А, нет, такого точно не слышал. Не знаешь? Нет. То есть ты готов провалиться сразу же на первом вопросе? Да. Окей. Как ты? Тем более. Александра. Александра? Я только одну книгу читал буквально. Ты цыган? Нет, я русский. Да? Я рада вам помогать, чтобы помогать вам, чтобы обеспечить свои силы и быть able... Может, скажите, что вы снимаете? Так, а сейчас я снимаю начало для видео. Это видео, которое называется «Вопросы за бабоса». Я буду сейчас подходить к людям, к прохожим, задавать им пять вопросов. Если они отвечают правильно, я плачу тысячу рублей. Уже со всеми снял. Вопросов больше не осталось. А можно тогда сам сфотографировать? Давай. Как зовут тебя? Илья. Ильюха, я Жека. Давай сделаем прикосновения. Вы не питерский, что ли? Нет, нет, нет. Откуда приехали? Из Подмосковья. Подмосковья? Из Лобни? Нет. Ага. Как звали кота из мультфильма «Простоквашина»? Время есть, да? Конечно. У тебя сколько угодно времени. Господи, как же это так? Матроскин. Как? Матроскин. Матроска как? Матроскин. Матроскин? Кот Матроскин. Площадь какой фигуры высчитывается по формуле «С» равно «А» умноженное на «Б»? Прямоугольник? Да. Ах. Вопрос третий. Произведение Эриха Ремарка о дружбе. Тут сложно. Я вообще не читал в жизни ничего. Много знаешь произведений Ремарка? Я только одну книгу читал буквально. Могу подсказать сюжет. Может быть, из сюжета у тебя нарисуется название этого произведения. Жили-были три товарища. Занимались они тем, что машины ремонтировали. Познакомились с девчулькой одной. И один из этих товарищей с девчонкой замутил. Тачку они продали по хорошей цене. В гонках участвовали на другой машине одного из трех товарищей и убили. Да ладно, это что, форсаж, что ли? Сейчас, погоди. Не-не, не форсаж. Ну ию-ю-ю. Как же так, я не могу вспомнить. Просто вообще с автомеханикой жизни связано. Но фильмов я не могу вспомнить. А это фильм, кстати, я не знаю, есть ли фильм. Новый. двадцатые годы двадцатого века германия там происходит все это действие а девчонку то которую полюбил один из трех товарищей она потом паночка померла я плакал прям известный да фильм я не смотрел но какой фильм с ним может подруга подскажет не знаешь давай может подскажешь там три товарища работали в слесарной автомобиле чинили один в девку влюбился она произведение умерла в течение времени или прям конце в конце до слез пока я тебе все это рассказывал название этого произведения из уст моих звучало внимательность тоже на нуле да ладно я вообще не могу додуматься 333 товарища три товарища три мушкетера три товарища товарищи да вообще это настолько приметно что незаметно еще за кипиш рассказать да я думал поучаствовать в этом сумасшедшем шоу хотите пообщаемся слушай с ними пожалуйста так мне кажется что ты классный щел вот без этой хренови не тебе гораздо лучше как делишки шикардос все роскошно мне нравится вот твой этот вот глаз и лекона чё расскажешь я преподаватель английского уже восемь лет как полтора года прожил в шанхае преподавали или комфорел бро о май га мэ кайф но у джок черт мой инглиш и вылиту из вылезы из вылезы из вылезы мая иглогольную связку из вылезы или просто я знаю всего несколько фраз например они сам фрейзану дистюбрус just a few of you лишь немножко слов я сейчас отдаю ребенка на английский и 4 года чтобы она была моим просто потом транслейтером класс стыдно стыдно не знаю я могу сделать так что за месяца полтора-два будет уверенный урт интермедиа по моим техникам я работаю тренинговых центрах международных во всяких все приходишь на флешечку скачиваешь лучше давать твой инстаграм дата строя z.j.o.c.k.e.r за джокер буду рад вас всех прокачать с удовольствием ты красавчик поучаствуешь тогда быстренько в моей рубрике делу время потехе час как аллегрова разогнала руками аж кто бывает бывает такое что аллегрова разогнала руками тучи а споем это вряд ли что царь гордий завязал так что македонскому пришлось взяться за меч узел гордеев узел кайф что значит амфиболичность для меня это загадка пока что но хороший вопрос четыре варианта что это амфиболичность это соперничество двусмысленность постоянство неряшливость наверное двусмысленность чё это двусмысленность чё это когда у значение у какого-то чё это двусмысленность они постоянство потому что постоянство это что-то связанное с тем что это constant я типа с латынских корней если расшифровывать может быть постоянство откуда мне двусмысленность что скупал чичиков поэме гоголя души нет 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 живы нет мертвые души но души да скрепляться все да очень про тренди тогда микрофон пока я лезу в кассу не варгаса в бэкс и грэти титерал коза были не чайка и фо ту years and i'll be glad to help you guys to master your skills and be able to speak to speak fluently just like i do so yeah oh man whoa for real you gotta be kidding me bro yeah yeah i need a help and expedition translated everybody together because and ideally and or other answer questions because i help you uh me about you yeah yeah you will need my support yeah i'll be glad to come on everybody yeah i love you man what's up man what's up what's up what's up yeah like like this way this was cool man so see you catch up later see you later man yep guys hello how are you владимир а миссия все ладно заканчиваем заканчиваем а то я не остановлюсь никогда в жизни где-то учитесь до медицинском работу кем профессором медицинских наук нет нет я работаю в общепите в киевсе чё я чё я чё я кай у это и кай у ол да алю сколько тебе лет твенти твенти ертс окей как фамилия героя фильма 17 мгновение весны не подсказывая блин я плохо очень фильмов чё за фильм помнишь чё за фильм нет шпион он там анекдотов много про него он там борман они вместе там не смотрел такой он как агент 007 играет один из самых лучших актеров мира вячеслав тихонов не такого точно не слышал не знаю что ты готов провалиться сразу же на первом вопросе да окей я уступлю со окей окей и так как вас зовут павел классная борозенка спасибо щетки и волосенки торчат у тебя из подбородка из подбородка сколько тебе лет мне 17 и ты павел я так и думаю как называют преподавать господи почему преподавателя как как называют предводители цыганской общины барон минхаузен ты цыган нет я русский беда хорошо откуда ты знаешь про просто история это просто история ребят ай газ назовите или назови как правильно назовите или назови назовите волосик во рту у тебя вытащили застрял назови прозвище владимирского князя всеволода княжи в шагу в двенадцатом веке варианты ответов есть у нас большое гнездо мудрый красное солнышко вещей вещи а чё ты мотаешь башкой иди сюда иди сюда весь летали еще раз еще раз вещи это олег был исключаем да под моему мнению там еще раз бы исключая вещего остается большое гнездо мудрый красное солнышко мудрый красный солнышко мудрый красный солнышко решил совместить сразу же оба красный солнышко что просто солнышко красное солнышко да это окончательный ответ на райан красное солнышко но гнездо большое а вчера я смотрел фильм но не досмотрел его с райаном рейнольдсом и чуваков из мстителей поняла да да сюда да уважаете так значит вы смотрите мою новую рубрику простым языком все своем понятны хава ю тем более александра александра я жека так давайте ка я вам задам несколько вопросов а если вы на них ответите правильно я заплачу немножко бабосов хорошо хорошо всего пять будет вопросов елки-палки куда же всем подевались эти вопросы столько было вопросов а уже и нету вопросов остались только сложные вопросы что значит аффективный аффективы аффективы аффективны есть варианты это не эффективны криминальный эмоциональный не дееспособны так почему камера смотрит так эмоциональный как эмоциональный все верно вопрос следующий за какую плату работал балда у папа в сказке пушкина сказка папе и работники его за какую плату есть варианты а надо 3 дня позад 3 щелбана по лбу 3 рубля 3 подзатыльника 3 подзатыльника 3 щелбана все верно кто такие баскаки а есть варианты есть подсказка короче это монголы татара это была должность монголов которые не выполняли некую функцию какую же функцию это они выполняли не знаю воевали завоевывали землю они в общем но уже иго во все на русь мусь все дела и именно баскаки приходили и что-то вот творили да не брали да не брали не думаю да типа налоги на сборщики налога тваря да все верно это был третий вопрос хорошо и так и так не так 4 ты вопрос 4 вопрос греческий бог пушки сложный вопрос а сколько годиков на тем более 1 вам 27 вам сложный вопрос хорошо греческий бог покровитель торговля 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 мне нужны варианты гермес ахелес ариас дианис наверное третий ариас ну да ариас да дионис да исключаем один неверный ответ ой арес неверный ответ остается гермес ахиллес дианис можно позвонить кому-нибудь нет нет кому звонить так ну наверное последний дионис да дионис дионис тоже неверно да тоже неверно дионис ну да надо подумать надо подумать надо подумать надо подумать надо подумать исключаем еще один неверный ответ дионис о дионис неверный оказывается отлично и так остается гермес и ахиллес ну наверное ахиллес нет неправильно неправильно ахиллес он этот сам ахиллесова пятата он получек полубог ахиллес трое смотрела кино Брэд Питт ахиллеса играет да к сожалению ты проиграл ты расстроилась конечно да ладно не расстраиваюсь все наверное я пойду наснимался килограмм пока как дела да нормально сколько раз тебя видели решили попробовать поучаствовать идем мимо а у меня закончились все вопросы представляешь да я сегодня окучил столько народу что все что я лишний а ты специально шлем надел чтобы ты был не узнаваем да ну запасный человек ты в криминале да почему нет нисколько депутат ну планирую только быть депутатом ну почему как будете менять нашу страну к лучшему к лучшему что в первую очередь сделаем в первую очередь да ммм наверное правоприменительную практику надо улучшать это как ну следственные органы охраны охраны из милиции нет нет сейчас нет милиции во первых давненько а кто сейчас полиция ой вообще телевизор давно не смотрю не надо не надо ну можно из разных источников информации получать так что с этими полицаями то будем делать чтобы они пожестче себя вели ну можно полномочия расширить конечно чтобы суд был сразу же вот я иду они говорят снимать нельзя я говорю что они об меня сразу же и на три года почему нет же запрета на съемку а да ну конечно достаточно часто происходят ошибки судебные следственные кто-то хочет палочку срубить берут человека под статью под конкретное дело типа он виноват и подвели доказательств доказательную базу а на самом деле он не виновен позавчера кино смотрел Рассел Кроу там снимается еще одна баба так ее посадили на пожизненное понимаешь а он учитель у него ребенок пришлось ему ее из тюрьмы вытаскивать вытащил а она же не виновна пуговица то потому что когда она шла пуговицу не отвалилась а эти сволочи не нашли пуговицу пожизненное дали человеку понимаешь вот о чем мы речь ошибки судебные давай тогда раз у нас не получилось сняться в этом видео мы закончим его вместе концовка так это конец этого видео спасибо вам за то что вы посмотрели что смотрите вообще если видосы помимо этой рубрики под названием вопросы за бабосы есть еще одна шикарная передача которая почти каждую неделю выпуск выходит на этом канале называется она ты же естественно знаешь музыкака музыкака нет другая музыкака это другой канал другой канал есть другой канал влоговый канал кто влоговый понимаешь ну конечно там где всякая ерунда здесь серьезные мероприятия простым языком там развлекательные там и здесь развлекательные что прихотаетесь к чему ведем ведем к тому что смотрите не только вопросы за бабосы а эту передачу простым языком не смотрел нет еще шикарные видосы сняты для вас никто ни хрена не смотрит понимаешь всем нужны вопросы за бабосы ну что история очень интересная конечно надо поэтому смотрите все эти контенты и обязательно пишите много-много комментариев различных ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно все заканчиваем это видео спасибо вам себе до свидания все спасибо себе спасибо тебе пока до свидания